итак доброе утречко друзья сегодня 1 марта и нахожусь польша город кожу великопольский приехал я на такой вот ну по же депплатформе тоже в жидко путям такой вот как там рейковый автобус как бы называть его по делам своим вот значит сейчас мы пройдем если вы можете видеть сфокусироваться вот так вот жидко вокзал я проложил себе маршрут вот принципе нет да в ту сторону нужно как бы осталось всего ничего 850 метров пройти по ровному все вот иду я уже он в процесс получить должен я получить хотя и прошли по срокам говорят пропедалил карту побыту вот таким образом я вот как говорится зам пешим маршрутом это первый раз сюда еду так обычно по на машине как-то привозили то вчера мы там медкомиссию проходили в бусиком ездили а сегодня вот так получилось что надо мне опять ехать потому как вчера не было уже билетов на непосредственно там к оператор к стоечке попасть так я вот решил пораньше не знаю как займу очередь и посмотрю как там получится получить потому как по через сайт если за регистрироваться я только на 13 мая что-то там свободные места какие-то были вот но это очень долго хотя моя карта уже давно готова вот ну бы мы же идем в принципе вот вот весь такой гожев какой он есть то ничего скрывать как говорится хотя смотрим этих численько чтоб такие ямы были как бы нету и находится он грубо говоря на западной части польши буквально там если в левую сторону на запад это километра может быть 50 но около того и там уже граница идет с германией то сейчас около семи утра потихонечку город просыпается город такой нормальный это их два города в этом областном центре таких два это зеленая гура и гостя велика польца где есть у зонды праце там ну как он план то есть на такие большие конторы так а мы сейчас узнаем налево направо все-таки налево пересел я говорю потихонечку потихонечку просыпается городок где-то порядка 1300 это как где-то мой город там где я живу областной центр до 100 то есть таким населением птичка улетела в принципе как обычно в городах идет такая вот плановая уборка мусора вот тут же бакер красавчик я же на велике не поехал ну получалось это 30 километров а так на вот таком рейковом автобусе или как правильно назвал он там дизель вообще такой двигатель маленький то есть небольшой вот стоимость его проезда составляла 6 злотых это как бы ни о чем а крутить педали 30 километров туда 30 зад тем более рано утром а нужно попасть сюда я не знаю сейчас за очередь и будем как-то вот штормить видите домики я жарю как и в гербании наподобие на серых маловато таких вот серых да так в основном разукрашены покрашены фасады что-то что-то здесь такое скляп моторизации и бисе как я понял здесь уч комбинат какой-то верно вот видим видите для папиров то есть для бумаги для стекла для еще какой то есть для себя мусор распределяющего тем самым что облегчаешь выброс утилизацию так кухня азиатская вот такого плана шафы тогда шкафы кухни доминки декоративные то есть камина декоративная логика друзья идем дальше помаленьку кстати вот такой домик смотрим угловые балкончики такое ну да старые домики хотя ремонт сделанный каком плане окна поменяны все на пластиковые и он высокое такое здание это ориентир нас я же там напротив него будет где будет принимать вернее приняты мои доктор не только это мои вообще принципе там по всем вопросам как действует у них единое окно то есть по каждому вопросу и как-то там дают ответы запросы ладно идем дальше поясню почему я так рано иду потому как вчера прибыли часов в 11 там было очень много людей и взять талончик как бы электронная очередь да там выбираешь ну подходишь к аппарату по какому вопросу кто-то сдать документы кто-то получить кто-то еще какие-то вот так именно на получение тоже по-своему вопрос то аппарат и выдавал блок и все то есть не работал то есть или не выдавал то есть наверное скорее всего связано с тем что выдано уже большое количество или пределы и лимит какой-то допустимый и тем самым на не получилось как попасть и я сейчас уже живую буду занимать очередь к этому аппарату там уже буду забивать для себя очередь ну и к аппарату вот он любушки боеводский нам же оно напротив это здание которое принимает не знаю сейчас может если будет открыто зайдем нет значит будем стоять ждать на улице так внутри но еще закрыто работает расписание понедельник с 9 до 5 вторник пятница с 9 до 3 сейчас где-то начало 8 то есть будем ждать я уже по записи он бумажка такая я двадцать седьмой номер уже как бы ну будем ждать зал операций над оператор любушки у я свои воски хотя девочки он там уже присутствует ну вот как то так будем ждать друзья вышел я на улицу но внутри это что-то так не мог сказать конечно что меня удивило госучреждения до 9 часов и сейчас еще даже и 8 нету то есть у нас бы да это как бы на моем то есть ну как бы это моем понимании как у нас это 10 или она так да так она есть скорее всего все пожидали на улице вот здесь вот все люди то есть приходящие все видите там открыты двери холл как бы никого не там охрана как есть но опять же люди присутствуют то есть внутри уже помещение как бы такой предбанник но не на улице от сама главная видите как то есть какое-то человеческое понимание там подход и все понятно да люди всяко аккуратно спокойно ведут если кто-то будет дебоширить это выведут ну вот так все пока вот здесь ждем открытие 27 я до этого аппарата получить заветный талончик ну а там уже будет по как там какой там окошко какому оператору я уже подойду буду рассказывать буду убеждать чтобы не получил чтобы я получил то есть чтобы забрал хотя она уже готовая но что-то не отдают то есть там я как-то пропедалил по своим срокам смски там короче такой ладненько все друзья дать идем дальше